Диана Шилова Диана Шилова А сейчас мы предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик. Диана Шилова 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 Испанский Центр Образования и Культуры не только реализует языковые курсы, но и проводит еженедельное заседание разговорного клуба, занятия и лекции преподавателей из Испании и стран Латинской Америки. Ежегодно проводятся недели испанского языка и культуры. Центр также осуществляет прием международного экзамена по испанскому языку ДЕЛЕ. Центр проектных компетенций представляет собой систему дополнительной художественно-дизайнерской и музыкальной подготовки. На его базе реализуются образовательные программы для школьников, студентов-дизайнеров, педагогов и всех желающих. При центре функционирует молодежный образовательный акселератор для студентов. Центр профориентационной работы и взаимодействия с работодателями оказывает консультационную поддержку старшеклассникам и абитуриентам, помогает им в выборе будущей профессии, организует и проводит множество разнообразных профориентационных мероприятий. Дни открытых дверей института, олимпиады, конкурсы представляет институт в образовательных выставках. Центр активно взаимодействует с нашими выпускниками и партнерами-работодателями. Институт имеет надежные и долговременные связи с рядом зарубежных университетов, международных ассоциаций и научных организаций. В рамках существующих договоров и установленных контактов реализуются научно-образовательные и культурные проекты, проводятся международные конференции, осуществляются программы двойного диплома и параллельного образования. Также институт сотрудничает с рядом вузов на территории Российской Федерации. В Институте филологии и межкультурной коммуникации активно работают студенческие творческие коллективы, исследовательские группы, клубы по интересам, совет молодых ученых, студенческое научное общество, а также студенческий совет, деятельность которого направлена на решение важных вопросов в жизни студентов, развитие социальной активности и поддержку студенческой инициативы. Спортивные команды успешно защищают честь института на различных соревнованиях. Иногородние студенты института проживают в общежитиях студенческого городка и деревне Универсиады, одного из лучших студенческих кампусов Российской Федерации. Сегодня Институт филологии и межкультурной коммуникации прославляют известные выпускники, которые успешно трудятся в сфере образования, науки, культуры, государственного и муниципального управления. Среди наиболее известных выпускников последних лет Ахмедшин Равиль Калимулович, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации. Валиулим Ренат Накифович, постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. Фазлеева Лейла Ренатовна, заместитель премьер-министра Республики Татарстан. Гузель Яхина – писатель, лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Денис Осокин – паразаик, поэт, драматург, сценарист, филолог, фольклорист. Наши выпускники также представляют основу Союза писателей Республики Татарстан. Станьте частью Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Сейчас каждый из наших гостей немного расскажет о поступлении на их направление подготовки. Резидова Ильевна, Вам слово. И Высшая школа русской зарубежной филологии, как уже было сказано в видеофильме, осуществляет подготовку по двум направлениям – филология и педагогическое образование. Филология, прикладная филология, русский язык и литература. Четыре года обучения. Тем, кто хочет поступать на это направление, нужно сдавать литературу ЕГЭ, русский и историю. 15 бюджетных мест на это направление. В прошлом году, мы можем сказать только проходной балл прошлого года, 243 балла был проходной на это направление. Здесь не только преподавание русского языка и литературы, да, выпускники могут заниматься. Это именно прикладная филология. То есть знания по лингвистике, науке о языке прикладываются к конкретным практическим отраслям хозяйства. Например, это математическая лингвистика, компьютерная лингвистика, психолингвистика, медицинская лингвистика. Наши студенты два раза в неделю ходят в республиканскую клиническую больницу, проводят эксперименты. То есть действительно они учатся, как применять лингвистические знания в жизни, в практике и быть конкурентоспособными. Следующее направление – зарубежная филология, английский язык, английская литература, переводоведение. Зарубежная филология, испанский язык, испанская литература, переводоведение. Здесь по пять мест. ЕГЭ – литература, иностранный язык и русский язык. Иностранный язык может быть английский для испанского направления. Мы знаем, что у нас пока в республике нет школ с испанским языком обучения, поэтому мы берем с любым ЕГЭ по иностранному языку. Это может быть и английский, и немецкий, и французский. Проходной балл прошлого года – 280. То есть пока по нашей высшей школе самый высокий проходной балл на направлении зарубежная филология. Следующее направление – педагогическое образование. Иностранный язык. В данном случае это профиль с одним языком – французский язык. Здесь 10 бюджетных мест. Вступительные экзамены ЕГЭ – общество знаний и иностранный, русский. Обратите внимание, на педагогические направления уже ЕГЭ требуется обязательно общество знаний. Это требование Министерства образования Российской Федерации. Срок обучения – 4 года. И те студенты, которые показывают хорошие языковые компетенции, они могут продолжать обучение семестр, там, несколько месяцев в университете Франции Париж-Сарбонна-3. Потому что у нас с этим университетом есть договор и реализуется двойной диплом и включенное обучение. Педагогическое образование – русский язык. В этом году это новые направления, 4 года. К сожалению, здесь нет бюджетных мест. Это полностью коммерческое направление, договорное. Вступительные экзамены общества знаний, русские литературы. Это направление будет интересно выпускникам ближнего зарубежья – Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана. Потому что осваивать русский язык и литературу им сложно. А здесь мы им даем только русский язык на такой хорошей базе. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки – английский язык плюс второй иностранный, 5 лет обучения, 10 бюджетных мест, вступительные экзамены общества знаний, иностранный язык – английский или другие иностранные языки, русский язык. В прошлом году проходной балл был 277. Обратите внимание, 280 – зарубежная филология, и иностранный язык с двумя профилями подготовки – 277. Здесь, конечно, первый язык иностранный – английский, а второй язык уже по выбору абитуриента. Это может быть французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, турецкий. Это очень перспективное направление, потому что дает два иностранных языка в дипломе, плюс третий иностранный язык наш студент может получить в Казанском международном лингвистическом центре. Информация была на слайде, на видео. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки – русский плюс английский. Пять лет обучения, 12 бюджетных мест, проходной балл 267 был в прошлом году. Вступительные экзамены общества знаний – русский, английский. Очень перспективное направление, тоже высокий проходной балл, потому что выпускник этого профиля становится специалистом в области русского языка, как государственного русского языка, как языка межнационального общения. И в то же время он может преподавать и иностранный английский язык. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки – русский язык и литература. Это новые направления с этого года только, потому что мы знаем, что сейчас очень высока потребность в учителях русского языка и литературы, не только в республике, но и в Российской Федерации. 13 бюджетных мест, вступительные экзамены общества знаний – русский, литература. Педагогическое образование – иностранный язык, английский, заочная форма обучения, 5 лет, 25 бюджетных мест – очень много, 25 – хорошо, поэтому есть шансы поступить на бюджет. В прошлом году проходной балл был 237, вступительные экзамены общества знаний – английский, русский. И педагогическое образование с двумя профилями подготовки – русский язык и литература, заочное обучение, 5 лет, 25 бюджетных мест, проходной балл 196 прошлого года, вступительные экзамены общества знаний, литература, русский язык. Я хочу сказать, что все профили очень интересные, востребованные, не случайно, вот я уже озвучила проходные баллы, мы принимаем как на бюджет, так и на договорную форму обучения, как студентов Российской Федерации, так и студентов из дальнего и ближнего зарубежья. Ждем вас. Примерная стоимость обучения контрактного? Да, конечно, у нас стоимость, она меняется с учетом инфляции, да, но я могу озвучить ту сумму, да, которую платили наши студенты в этом году. Значит, зарубежная филология, да, 127 680, прикладная филология русский язык и литература – 127 680, педагогическое образование с двумя профилями – 128 592, педагогическое образование и французский язык – 127 680, и, естественно, что заочная форма дешевле – 57 600. И, одну минуточку, наступился первый вопрос. По программе обучения английский два года в Казанском международном лингвистическом центре можно учителем английского работать после окончания? Такой вопрос, конечно, очень странно сформулирован, но все-таки задали его. Можно ли работать учителем английского после обучения в Казанском международном лингвистическом центре? Здесь, наверное, имеется в виду курсы переподготовки. Конечно, у нас в российском образовательном учреждении могут работать только те, кто имеет высшее образование, да, то есть диплом бакалавра. И только курсы Казанского международного лингвистического центра не дают права работать в школе. Но у нас есть такие случаи, когда, например, человек закончил институт химии или химический факультет, да, или там философский факультет, и он хочет работать в школе. Вот для этого он может поступить в Казанский международный лингвистический центр на дополнительное образование, переподготовку, есть специальные курсы переподготовки, и получить за два года диплом учителя, допустим, русского языка и литературы или учителя английского языка и преподавать в школе. Но это при наличии всё-таки диплома бакалавра химика, диплома бакалавра философа и так далее. И интересуют цены на магистратуру именно по вашей высшей школе? Там тоже всё зависит от разных магистерских программ. Да, значит, дневные магистерские программы стоят где-то, ну, они у нас постоянно с учётом инфляции повышаются, было 80, потом чуть побольше, теперь вот 100, да. И заочные формы, они на половину где-то меньше, да, то есть там 60-70. Да, у женщины этой, допустим, которая спрашивала по поступлению в Казанский английский центр, она говорит то, что у неё есть высшее образование, то есть она может работать в числе английского? Да, конечно, конечно, она имеет право. Тут ещё появился один вопрос, у нас что-то полно вопросов. У нас есть сертификат по китайскому языку, будет ли он учитываться при поступлении? При поступлении он, конечно, очень интересен для нас, он учитывается как портфолио абитуриента, портфолио первокурсника, но каких-то дополнительных бонусов, да, такой диплом, конечно же, не даёт. Просто самому студенту будет легко изучать китайский язык, да, он начнёт уже не в начинающей группе, а, допустим, в продолжающей группе. Он будет успешным, отличником, и у него будет очень много перспектив, зарубежных стажировок и так далее. Ремель Хаммутович, давайте передадим слово вам. Вы подробнее расскажете о вашей высшей школе. Добрый день, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители. Я представляю Высшую школу национальной культуры и образования имени Гаптулы Тукая. И прежде чем начнём рассказывать о тех направлениях, которые реализуются в нашей высшей школе, и о тех профилях, которые мы планируем набор в 2020 году, я хочу рассказать несколько слов о нашей высшей школе. На базе нашей высшей школе готовим специалистов в области татарского языка и литературы, иностранных языков. Иностранные языки у нас английский, китайский, турецкие языки, дизайнеров, это классический дизайн и дизайн интерьера, преподавателей музыки, и с 2018 года учителей билингвалов для национальных образовательных учреждений Республики Татарстан. По таким профилям как математика, физика, информатика, дошкольное образование и начальное образование. В настоящее время в высшей школе функционируют 7 кафедр, 5 научно-образовательных лабораторий, работают 117 преподавателей, из них 19 докторов наук и 63 кандидатов наук. Около 80% преподавателей имеют учебные степени, и при реализации образовательных программ по подготовке национальных педагогических кадров в полилингвальной среде, занятия со студентами также ведут преподаватели профильных институтов. В этом учебном году занятия со студентами также ведут иностранные преподаватели, так называемые носители языка из пяти стран, это из США, Китая, Индии, Сирии и Азербайджана. На сегодняшний день в высшей школе обучаются 1375 студентов, из них 850 на древнем отделении, и 62 студента прибыли из-за других стран, из ближнего и дальнего зарубежья. 150 студентов прибыли из регионов Российской Федерации, то есть из-за пределов Республики Татарстан. Высшая школа располагает необходимой материально-технической базой и площадью для организации научно-образовательного процесса. Все занятия, кроме физической культуры, проходят в одном здании, на здании, на улице Татарстана 2, полукруглое здание, напротив театра Камала. Имеется в распоряжении высшей школы 4 компьютерных класса, 2 лингофонных кабинета, и на сегодняшний день завершенные ремонтные работы, и со второго семестра начнут функционировать 5 модельных классов по национальному и полилингвальному образованию. Это класс языковой подготовки, математический класс, класс окружающего мира, кабинет дошкольного образования и кабинет начального образования. Всем иногородным студентам и иностранным студентам предоставляется место в общежитии, а всем студентам первого курса мы предоставляем общежитие в комфортабельных комнатах деревни Универсиады. Этот комплекс деревни Универсиады обладает очень развитой инфраструктурой. На территории комплекса работает аптека, здравпункт, салон проката спортивного инвентаря, супермаркет. Здесь же находится наша студенческая поликлиника, то есть для студентов созданы все условия для организации досугопроживающих. И большое внимание нашей высшей школе уделяется организации социально-воспитательной работы и творческим коллективом. На сегодняшний день на базе нашей высшей школы функционирует целый ряд творческих коллективов. С 1996 года функционирует молодежный народный театр Мизгель. За эти годы сыграны были очень много спектаклей. В основном спектакли ставятся на татарском языке. Несколько спектаклей были показаны и по республиканскому телевидению ТНВ. В 2019 году спектакль поставлен на русском языке по повести, по произведению Ивана Сергеевича Тургенева «Ася». И с этим спектаклем наш коллектив в октябре прошлого года участвовал во Всероссийском фестивале студенческих театров в городе Ульяновске и получил приз «Лучший актерский ансамбль». Также у нас есть танцевальный коллектив «Яшлик», ансамбль народной песни «Зарница», вокально-инструментальный ансамбль «Бейра». Эти коллективы принимают активное участие в творческих мероприятиях университета города Казани в Республике Татарстан, а также являются лауреатами и победителями многосистемных конкурсов всероссийского и международного уровня. В основном для студентов, обучающихся по направлениям дизайн и дизайн интерьера, функционирует студенческая творческая мастерская декоративно-прикладного искусства и дизайна «Татарстайл». А для начинающих поэтов и для начинающих писателей работают литературно-творческие объединения «Аллюки», куда с удовольствием ходят не только студенты нашей высшей школы, но и студенты нашего института и всего университета. Кроме того, проводится очень много тематических концертов, музыкально-образовательных лекторий, выставки творческих работ студентов, встречи с писателями, поэтами, научно-практические конференции, семинары, то есть студенческая жизнь очень насыщенная. В высшей школе реализуется 16 образовательных программ бакалавриата по трем укрепленным группам. Это педагогическое образование, это филология и дизайн, 7 образовательных программ магистратуры и 4 образовательных программы аспирантуры. Если говорить о тех профилях, которые мы планируем набрать летом 2020 года, то условно можно выделить три направления. Первое направление – это подготовка кадров в области татарского языка и татарской литературы. Как и прежние годы, в это направление набираем две группы. Всего выделено 48 бюджетных мест. Первое направление – это педагогическое образование, татарский язык и литература, иностранный английский язык, на отделение древнего обучения. Всего выделено 25 бюджетных мест. Для того, чтобы поступить в это направление, нужно сдавать единые государственные экзамены по обществу, знанию и по русскому языку, также единый республиканский экзамен по татарскому языку. Единый республиканский экзамен по татарскому языку, если его не сдали в школе, если не планировали сдать в школе, можно сдать в университете летом во время приемной кампании. Второе направление – филология, прикладная филология, татарский язык и литература, журналистика. Такие же экзамены, такие же вступительные испытания, а контрольных цифр приема – 23. Кроме того, на эти же направления мы планируем набрать и на внебюджетной основе. Второе направление – это подготовка кадров в области культуры и искусств. В этом направлении у нас три образовательных программы. Первая программа – дизайн. К сожалению, с каждым годом сокращаются у нас контрольных цифр приема. В этом году выделено 7 бюджетных мест. Для того, чтобы поступить в это направление, нужны вступительные испытания ЕГЭ по литературе, по русскому языку и внутренний экзамен по рисунку. Второе направление – профессиональное обучение – дизайн интерьера. На это направление принимаем и на древнее отделение, и на заочное отделение. На древнее отделение выделено 15 бюджетных мест, на заочное отделение – 25 бюджетных мест. Экзамены вступительные ЕГЭ нужно по русскому языку, по обществу, знанию и внутренний экзамен по рисунку. И третье направление – педагогическое образование – музыка. К сожалению, набираем только на отделение заочного обучения. В этом году на древнее отделение приема нет. Выделено всего 25 бюджетных мест. Нужны вступительные испытания по обществу, знанию ЕГЭ, по русскому языку ЕГЭ и внутренний экзамен по музыке. И третье направление – подготовка би- и полилингвальных педагогических кадров. В рамках приемной кампании 2018-2019 года уже осуществлен прием, набор студентов на обучение на билингвальной основе, а в этом году мы планируем набрать студентов на полилингвальной основе. По этим направлениям обучение осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан. Студентами заключаются договоры о селевом обучении с общеобразовательными учреждениями Республики Татарстан, в которых в дальнейшем, после окончания обучения, они обязуются отработать не менее пяти лет. Все студенты очной формы обучения получают стипендии по республиканской программе стипендиальной поддержки педагогических кадров в размере 15 тысяч рублей. Направление следующее – педагогическое образование и математики иностранной, английский язык, вступительные испытания и нужные общества знаний, единый государственный экзамен, результаты единого государственного экзамена, русский язык, ЕГА и математика, ЕГА. Второе направление – история, иностранный английский язык, общество знания, русский язык и история, ЕГА. Третье направление – педагогическое образование, начальное образование и иностранный английский язык, ЕГА по русскому языку, по обществознанию и по иностранному языку должны сдавать. Четвертое направление – педагогическое образование, биология и иностранный язык, нужные ЕГА по биологии, по обществу о знании по русскому языку. Все эти четыре группы мы набираем на дневную форму обучения. На все группы выделено 25 мест. Конечно, эти места выделены не из федерального бюджета, и на сайте указаны эти места как контрактные, потому что эти места выделяются из Республики Татарстан, и за обучение платит Республика Татарстан. Не сами студенты платят, а абитуриенты платят. И одно направление на АЗО планируем набрать одну группу педобразования, начальное и дошкольное образование. 50 человек. Здесь мы набираем выпускников педколледжей из Арска, из Казани и из других педколледжей. Вступительные испытания по обществу о знании нужны, русский язык и математика. Вот кратко те направления, по которым планируем набор на бакалавриат. Татьяна Геннадьевна, не могли бы Вы поподробнее рассказать о поступлении в Высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации? Добрый день, все, кто сейчас с нами. Все, кто уже в январе заботился проблемой выбора не просто университета, но и конкретного института, и конкретного направления, конкретной программы. Вы молодцы, ведь еще остается несколько дней до 1 февраля, когда можно подать заявление на то или иное ЕГЭ или изменить свои предыдущие пожелания. Итак, особенность нашей высшей школы заключается в том, что она была специально создана для обучения иностранных студентов. Их в Казанском университете сейчас уже более 9,5 тысяч во всех институтах. Но за те 4 года, которые мы существуем как самостоятельная структура, мы разработали уже 4 программы, ориентированные на подготовку специалистов в сфере преподавания русского языка как иностранного. Это и две бакалаврские программы, и магистрская программа. И в этом году открыли и программу аспирантуры в данном направлении. Но вот, как я понимаю, сегодня основной наш слушатель – это выпускники российских школ. И поэтому я более детально остановлюсь только на одной бакалаврской программе, которая тоже находится в стандарте прикладной филологии. Это программа «Русский язык как иностранный» с углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий. И осуществляем мы обучение в рамках данной программы. Конечно, это и фундаментальная подготовка в области русской филологии прежде всего. И прикладная – это практика преподавания русского языка именно иностранцам. Она имеет очень большую специфику по сравнению с методикой преподавания родных языков. И, безусловно, крупный блок дисциплин посвящен изучению иностранных языков и информационных технологий. И все это вот такой современный коктейль. Мы же понимаем, что и иностранные языки, и информационные технологии, и русистика – это то, что сейчас привлекает очень много молодых людей. Привлекает поколение, так называемое поколение Z, те, кто родились с кнопкой на пальце. И, безусловно, современная, актуальная возможность информационных технологий в обучении филологическом, в образовании – это очень интересно. Для российских абитуриентов ЕГЭ, вы видите на экране, они, в общем-то, соответствуют стандартам данного направления. Это ЕГЭ по литературе, русскому языку и иностранному языку. На данной программе обучаются и иностранные студенты, главным образом, из стран дальнего зарубежья, но имеющие достаточно высокий уровень владения русским языком, не ниже первого сертификационного, то есть уровня B1 в европейской системе. И вот я уже сказала, что в одной и той же группе учатся российские и иностранные студенты. И, например, если это какие-то практические дисциплины по русскому языку как иностранному, здесь вот очень интересно мы интегрируем. Для иностранцев, например, на практической грамматике одни задачи решаются, да, какую форму выбрать, как правильно сказать, а россияне в это время обучаются. А как двумя-тремя словами показать, в чем заключается ошибка, или сделать какой-то жест, чтобы иностранец сразу сам скорректировал свою речь по нормам русского литературного языка. То есть это действительно такая практико-ориентированная программа. И интересно то, что ежегодно в наш институт приезжает очень много иностранных студентов, почти из 80 университетов мира. И среди них все время, всегда, регулярно, каждый год есть не меньше 30 китайских студентов, которые по программам государственного взаимного сотрудничества приезжают, по гослинии. И вот как раз такие студенты, которые уже у себя на родине учатся на третьем курсе факультетов русского языка, они проходят совместное обучение именно в рамках данной бакалаврской программы. Ну и, безусловно, выпускники наши востребованы на рынке, прежде всего, образовательном, потому что сейчас все российские университеты понимают, что именно количество иностранных студентов – это один из показателей авторитетности или статуса университета. И поэтому во всех буквально вузах и Казани, и Татарстана, и России потребность в преподавателях, которые владеют методикой обучения иностранцев русскому языку, очень высокая. И наши выпускники достаточно легко найдут в себе место будущей деятельности как в российских образовательных организациях, так и различных международных. Ну, в частности, конечно, иностранные выпускники очень часто работают не просто учителями, преподавателями русского языка, но и в различных совместных компаниях, на радио, на телевидении. То есть везде, где высока потребность межкультурной коммуникации и глубокое знание тонкости российской лингвокультуры. Вот коротко об этой именно бакалаврской программе. У нас тут уже появилось очень достаточно много вопросов. И, Ромир Хамитович, вопрос вам. Каким образом проводится поступление на специальный дизайн после художественного училища? После художественного училища, если у них есть диплом СПО, они могут сдавать внутренние экзамены. У нас один экзамен и так внутренний по рисунку, а по русскому языку и по обществу знанию другие студенты приносят результаты ЕГЭ. А студенты, которые окончили среднепрофессиональное учебное заведение, они могут сдавать экзамен здесь у нас, внутренний экзамен. То есть распространяется и для тех, кто окончил колледж? Да. Все могут поступить к нам в училище. И вопрос такой был. По направлению педагогическое образование. После окончания университета задается диплом или сертификат? Вот как раз новое направление, педагогическое образование, диплом. После окончания любых направлений, и педообразования, и филология, выпускники получают диплом государственного образца Казанского федерального университета. Я думаю, что можно обозначить то, какие вступительные экзамены непосредственно проводят в университете, а на что они направлены, как они примерно проходят. Потому что многие абитуриенты совершенно не знают, что такое вступительные экзамены, и что там нужно делать, грубо говоря. То есть внутренние вступительные экзамены сдают только те, у кого нет ЕГЭ. Но это определенные категории поступающих. Прежде всего, это выпускники с ограниченными возможностями на инвалидности. Инвалиды, да? Вот если они не сдавали какой-то экзамен в формате ЕГЭ, они могут издать внутренний экзамен. Внутренний экзамен тоже проводится в максимально приближенном к ЕГЭ. То есть по каждому предмету, русский, язык, английский, они пишут тесты. И их оценивают наши преподаватели по той же системе, добавленной, как и ЕГЭ. Вторая группа – это выпускники средних специальных образовательных учреждений. То есть техникумы, колледжи, училища профильные, например, педучилища, художественное училище, различные. Да, они не сдавали ЕГЭ, потому что они учились на другом уровне образования. Вот они тоже могут сдавать эти внутренние экзамены. Внутренние экзамены могут сдавать и иностранные выпускники. Это ближние, да, не зарубежья. У них, естественно, нет ЕГЭ, они не живут в России. И они могут сдавать внутренние экзамены. Но еще раз говорю, внутренние экзамены проводятся в формате ЕГЭ, приближенном к формате ЕГЭ. Ну, по нашей высшей школе, высшей школе национальной культуры и образования имени Гаптула Тукая, внутренние экзамены проводятся в нескольких образовательных программах. Потому что для того, чтобы поступить на направление дизайн, профобучение дизайн интерьера, абитуриент создает внутренний экзамен по рисунку. На сайте приемной комиссии, на сайте нашего института есть программа вступительного испытания по очереди, дисциплине, рисунок. Там все расписано по порядку, можете посмотреть эту программу. Также внутренний экзамен сдают те абитуриенты, которые поступают на направление предобразования татарский язык и литература, иностранный английский язык, и татарский язык и литература, филология, татарский язык и литература и журналистики. И те, и другие, сдают внутренний экзамен по татарскому языку в форме теста. Тоже есть программа вступительного испытания на сайте нашего института, на сайте приемной комиссии. Там есть образец тестов, заданий, там можно посмотреть. Да, по всем предметам есть образцы на сайте. И вот такой вопрос возник. По специальности в педагогическое образование, родной язык и литература, и иностранный изучается только английский язык. Просто на сайте написано, что еще и турецкий изучается. Как это понимать? Вот такой вопрос. У нас они чередуются. Вот в этом году мы принимаем татарский язык и литература, и иностранный английский язык. Я имею в виду летом 20-го года. У нас только такая программа разработана. А до этого был видимо турецкий? У нас в прошлом году были и турецкий, и арабский язык, и китайский, как второй иностранный. А в этом году только английский. То есть, если только дополнительно, уже в лингвистическом центре изучать? Да, да. Давайте такой вопрос по поводу стобальников. Какие преимущества для них даются? Потому что уже наслышано ли то, что год назад им давалась повышенная стипендия при поступлении? Сохранились ли эти условия? Да, мы, конечно, очень рады, что с каждым годом количество стобальников, поступающих к нам в институт, становится больше. Стобальники, естественно, это выпускники, которые подтвердили свои знания на самый высокий балл. И мы с удовольствием принимаем таких выпускников школ на наше направление подготовки. Конечно, они продолжают получать единовременную стипендию в размере 80 тысяч, которые платит Казанский федеральный университет. Кроме того, естественно, они входят в золотой фонд, в актив высших школ. Они проходят собеседование с директором нашего института филологии межкультурной коммуникации Радив Ревкатовичем Замалединовым. И эти студенты, они имеют максимальные возможности для международных стажировок, для выездов в другие университеты, для повышения своих языковых компетенций. То есть стобальники – это приоритет. Здесь есть весьма существенное, наверное, дополнение, что вот эта вся программа и повышенной стипендии, и разовой стипендии, она ведь касается, если 100 баллов у абитуриента по профильному экзамену. То есть если он идёт на филологии, то литература или иностранный язык, или русский язык, вот если там, а если 100 баллов по физике, то это в нашем институте поможет только средний балл повысить, да, но, безусловно, уже не даст вот таких бонусов. Да, если поступают на русскую филологию, конечно, это стобальники, прежде всего, приоритет – это русский язык, русская литература. Если на зарубежную филологию, английский язык, английская литература или педообразование с двумя иностранными языками, конечно, там приоритет – иностранный язык. Если гуманитарий магическим образом сдал математику на 100 баллов, то это не ждать его. К сожалению, нет. Хитро. Но мы не готовим математиков. У нас в институте готовят и математиков, да, в Школе национальной культуры и образования, в этой программе, да, билингвалов. И возник вопрос, нужна ли справка 086У при подаче документов? Давайте просто обозначим, какие именно документы умерли при поступлении. Медицинская справка. То есть со всем перечнем, я думаю, можно ознакомиться на сайте. Да, да, на сайте все есть. Но, безусловно, потом, когда абитуриент уже будет принят, и вот он придет на первый курс, все равно ему нужно будет пройти медосмотр в нашей поликлинике. То есть это вот разные вещи, да, справка при поступлении и медицинский осмотр уже при обучении в университете. И, наверное, такой странный вопрос, но где могут работать филологи? Филолог. Такое, наверное, что-то непонятное для многих, особенно выпускников. Да, да, это хороший очень вопрос, спасибо. Вообще, кто такой филолог? Филология. Что это за слово, что оно означает? Филология, если перевести на русский язык, это означает любовь к слову. Любовь к слову, и эта любовь, конечно, дает глубокое знание этого слова. Слово русского, слово татарского, слово английского, слово испанского, слово немецкого. То есть филологи – это специалисты в области языка, в области слова. Это люди, которые работают с устным словом, то есть с устной речью, с письменной речью, которые могут редактировать, создавать собственные тексты. Поэтому, конечно же, филолог – это человек, который может преподавать и в школе, и в вузе. Филолог – это человек, который может работать в различных издательствах, газет, журналах, блогерам, редакторам, журналистам, потому что у него очень прочные познания в области языка, литературы и культуры. Филолог – это человек, который может работать в творческих направлениях. Вы видели, да, видеоролик, писатели, поэты, художники, да, многие кончали наш институт филологии и межкультурной коммуникации, например, Гузи Ильяхина, Анна Роуз, Дина Сабитова, да, и я знаю, что среди наших студентов очень много ребят, которые пишут стихи, пишут прозаические произведения, и они мечтают стать творцами, да, художниками. Пожалуйста, филологии и таких ребят принимают и учат, дают им знания основательные, да, умения, навыки. Филолог – это и переводчик, потому что зарубежная филология – английский язык, английская литература, испанский язык – испанская литература, русский, английский, педообразование с двумя профилями тоже могут работать переводчиками, но в филологии – это и есть специальные курсы, которые готовят быть переводчиками. И, конечно же, это специалисты в области языка вообще. Мы знаем, что в любой фирме, да, нужны люди, которые работают с текстами, создают грамотные письменные тексты, устные тексты, Министерство внутренних дел, ФСБ, Федеральная служба безопасности, Министерство торговли, Министерство экономики, любые ведомства. Все обращаются к нам, им нужны специалисты, которые могут работать со словом. Ну, банально, да, нужно высокому человеку, руководителю, написать текст для выступления публичного. Он сам писать не может. Кто ему будет писать этот текст? Конечно же, филолог. Работа с государственными документами, с секретными документами – это тоже работа со словом. Ораторское мастерство, стилистика – это все филолог. Ну, вы знаете, без филолога невозможно жить. Неслучайно и в Библии было сказано, вначале было слово. Но все-таки нашими будущими амбитуриентами являются не только выпускники 11 класса, но и 9, и 10, и все-таки на них тоже ориентируемся. Какие мероприятия проводятся для школьников, и на сфилологии, межкультурной коммуникации? То есть они могут посещать курсы, какие-то дополнительные, подготовка к ЕГЭ? Что для них есть, для школьников будет? Ну, наверное, этот вопрос у вас сам по себе уже разделился на несколько вопросов. Первый блок – это специальные курсы, ориентированные именно на абитуриентов. И действительно, вы правильно сказали, Казанский международный лингвистический центр предлагает очень много подобных программ, и краткосрочных, и протяженностью целый год. Информация о них есть на сайте. И второй аспект – это те мероприятия, которые позволят абитуриентам, например, это и 10-классникам, 11-классникам, кто будет 11-классникам на следующий год, заработать дополнительные баллы для поступления. Вот это очень важный момент. 11-е классы еще тоже не упустили свою возможность, потому что весной проводится конференция Лобачевского по всем направлениям, в том числе и по нашим направлениям. И победители, призеры этой Олимпиады получают дополнительные баллы при поступлении. А вот для тех, кто сегодня еще учится в 10-м классе, мы вас приглашаем осенью. Обычно в октябре стартует наша конференция Олимпиада имени Льва Толстого, победитель которой может заработать до 5 баллов дополнительных при поступлении. Призеры, соответственно, 3 балла. Ну и, конечно же, есть множество других мероприятий, которые ориентированы не только на абитуриента, а, в общем-то, на всех граждан нашего города. Это и музыкальные лектории, и специальные секции, кружки по дизайну, по рисунку, по иностранным языкам. Подготовительные курсы. Вот скоро в феврале будет День родных языков, и наши и студенты, и преподаватели будут выезжать во многие школы республики с различными мероприятиями как раз вот этой такой лингво-культурологической направленности. То есть, ну, к примеру, в феврале мы все время выезжаем в школу Сабинского района с иностранными студентами, где они проводят мастер-классы по своим культурам, азы обучения разным иностранным языкам. Это 7-8 сразу достаточно экзотических языков. Конечно, наши будущие абитуриенты, возможно, еще и в 5-6 классе уже приобщаются вот к таким мероприятиям. Надо смотреть, следить за сайтом, потому что у нас очень много мероприятий для школьников. Очень много. Просто в сегодняшнем формате, да, мы можем очень увлечься и немножко уйти в сторону от насущных таких практических вопросов, да, потому что это действительно интересно, это то, чем мы живем. На этом наш эфир подходит к концу, и я даю последнее слово нашим гостям. Дорогие друзья, участники сегодняшнего нашего общения, мероприятия, мы ждем вас 28 марта в 11 часов на День открытых дверей Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета по адресу улица Татарстан, дом 2. Будем очень рады видеть вас, ответить на ваши вопросы. Вы сможете пообщаться с преподавателями, заведующими кафедрами, и в рамках этого Дня открытых дверей будут бесплатные консультации в рамках ЕГЭ. ЕГЭ – русский язык, ЕГЭ – русская литература, ЕГЭ – английский язык, причем ведут эти консультационные пункты именно преподаватели, которые являются членами жюри, комиссии республиканских в формате ЕГЭ. То есть это редкая возможность увидеть, позаниматься, задать вопросы. Спасибо всем участникам. До новых встреч. Наверное, мы должны и анонсировать, что вот такие встречи уже в виртуальном пространстве будут проводиться ежемесячно. Так что следите за сообщениями на сайте приемной комиссии, на сайте ФМК, и готовьте свои конкретные вопросы по тем направлениям, которые вы уже выбрали для себя. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова